В словаре Владимира Ивановича Даля слова «былое» нет, зато есть слово воспроизведения с прекрасным выразительным толкованием «созидать былое». Вот уже четыре десятилетия я достаточно плотно связан с краеведами Алтайского края, читал большую часть книг по краеведению, которые выходили на Алтаи, начиная с середины 70-х годов. Сначала в Алтайском книжном издательстве, а позже в других издательствах что-то выходило. И каждый раз я не могу не удивляться удивительной истории колывано-воскресенских заводов. Как только не называли город Барнаул и валютной столицей Российской империи 18-19 века. Но мне посчастливилось достаточно давно в одном из таких каких-то дружеских разговоров с Борисом Хатмеевичем Кадиковым впервые услышать о Михаиле Федоровиче Розене, который сыграл огромную роль в формировании личности того же Бориса Хатмеевича, выпускника Пермского университета, который по распределению приехал на Алтай в середине 50-х годов. Так кто же он такой, Михаил Федорович Розен? И вот книжку эту я впервые прочитал в далеком 1983 году. Прочитал я, она как-то вот осталась в моей памяти какими-то фрагментами, какими-то фактами. Но сам Розен был мне неизвестен. И только благодаря тому, что мне попалась замечательная статья краеведа и историка с большой буквы Вадима Бородаева, который работает в настоящее время в педагогическом университете, я узнал о Михаиле Федоровиче гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия. Семья Розенов из прибалтийских немцев. И сам Михаил Федорович родился в 1902 году. Его предки были и рыцарями, которые осваивали прибалтийские земли, и участниками крестовых походов. Его деды и прадеды участники войны против Наполеона. А сам Михаил Федорович первоначальное образование гимназическое он получил в Риге, и затем перебрался в Петербург. И в Петербурге его образование дальнейшее проходило в сельскохозяйственном институте в Пушкино. И после Пушкинского института он получил специальность почвоведа. До 1934 года жизнь семьи была достаточно благополучной. Но после убийства Кирова отец был арестован. Сам Михаил Федорович отправлен в ссылку в Самару. Отец сгинул в лагерях ГУЛАГа на Колыме. А Михаила Федоровича почему-то не тронули. Ну, не тронули, потому что он был все-таки редким и очень большим специалистом по почвам, выносимым реками в моря, окружавшие Советский Союз. Он работал и на Каспийском море, он работал на Балтике, он работал очень много на Белом море. Жизнь шла, его, в общем-то, не трогали. Появлялись научные работы, появлялись отчеты. А в 1941 году Розен, немец, ну куда его? На Алтай. Он оказывается в городе Змеиногорске и начинает работать геологом. Потому что знания его были столь обширны, а умение переобучаться столь великолепно сильным, что потребовалось совсем немного времени, чтобы он стал одним из ведущих специалистов по разведке золотых, серебряных, медных руд. То есть он начал работать в рудном Алтае. И в 1951 году, учтите, что Михаил Федорович немец, еще черта оседлости не снята, еще немцы обязаны отмечаться практически ежемесячно. Им запрещено выезжать из тех мест, из тех населенных пунктов, где они жили, Розену за его заслуги в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время присваивается звание горного инженера второго ранга. Это вот на уровне армейского звания подполковника. Дальнейший путь Михаила Федоровича – это город Бийск. В Бийске был музей, на основе которого Михаил Федорович и создал отделение географического общества СССР. А занимался он в то время исследованием горного Алтая и формированием золотоносных мест поиски и создания на этих местах рудников и так далее. То есть он занимался организацией золотодобычи в Горном Алтае. Михаил Федорович прожил в Бийске до 1962 года, а в 1962 году ему все-таки разрешили вернуться в Ленинград. Жизнь его была долгой. Он прожил 87 лет и ушел в вечность в 1989 году. Им написано порядка 70 научных и научно-популярных работ. И вот одна из книг «Колывань и гора Змеиная» в моих руках. Вот я вам ее показываю. Но самая поразительная страница – это рассказ Михаила Федоровича о том, как в Змеиногорске была открыта насыпь, оставшаяся от древних рудокопов, которые 2000 лет добывали золотую и медную руду на горе Змеевой, формируя так называемый бронзовый век. Именно отсюда бронза расходилась по всему миру, а золото, говорят, дотягивалось аж до Греции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова